Всем ночной приветик! Вот напоминаю, в продаже есть малыши Ласиадора Парахибана. Это паук-птицеед, который вырастает очень большой и красивый. Просто мы пока еще маленькие. Вот это вот я показываю более мелких малышей. То есть, в принципе, самый дешевый вариант. С такой малышки вырастает такая большая и мохнатая красавица, как маршрутка. Очень интересно наблюдать за ростом и развитием такой козявочки. С каждой линькой становится ребенок все больше и больше. И когда начинаете заниматься приручением, выпускать ребятенка погулять, потусить на ручках, уже очень интересно рассматривать его и, соответственно, изучать поведение. Уже рассказывала, это детишки Стриклера. Он у нас многодетный папаша. Вот, похоже, такой вот в папу ребенок получился, тоже паникер. Но это дело поправимо. То есть, в принципе, в процессе приручения эти моменты можно сгладить, и поведение станет более спокойным. Несмотря на то, что малыши с одного выводка, все растут по-разному. Кто-то чаще и активнее линяет, поэтому и размеры, соответственно, увеличиваются. Но все по-любому вымахают, как маршрутка. Вот, допустим, показываю ребенка уже самого крупного, вот такая красивая, мохнатая попа. Скоро надумает линять, я так чувствую. И мне остается только подкараулить линьку, вывернуть шкурку и определить пол этой красопеты. К сожалению, вот недавно линяли тоже довольно крупные малыши. Но я пока пришла с работы, шкурка уже засохла. А там необходимо выворачивать именно шкурку в мешочек с жопки, так сказать, с брюшка. И там рассматривать, как бы, принадлежность половую. Но если все это дело уже засохло, ничего там не вывернешь. Ну а так, вообще, уже приличные размеры тоже есть в продаже. Можно купить вот такого подросточка и заниматься дальше его приручением. Уже есть, что пощупать, так сказать, на что посмотреть, полюбоваться на мохнатую такую попку, на очень красивые глазки. Да, вот свернулась дитя, говорит, не трогайте меня, я стесняюсь. Ну а вот так выглядит шкурка после линьки, паучка. Вот малыш уже, как бы, подтвердел после линьки. Ну и, соответственно, уже не успевая тут ничего посмотреть. Говорит, не дам, не дам мое. Не успевая уже ничего посмотреть, потому что все засохло. Ну вот, ребенку надо покушать. Сейчас выдам вот такая нямочка. То есть, берут они уже размер кормового объекта со свое тело спокойно. Период страха уже давно позади. Они уже в этот момент переросли. И активно, красиво кушают, залипательно. Ну, а как уже рассказывала неоднократно, я сейчас очень редко показываю кормление паучков, потому что на это уходит очень много времени. То есть, когда я их кормлю конвейером, открыла, покормила, увлажнила, закрыла. И так, быстренько-быстренько, 325 штук покормить, это тоже такая тема удовольствия. Если залипать, снимать каждого, ну, блин, уходит намного больше времени. Ну, а если начинаешь смотреть, вот, допустим, сейчас тут объездка таракана, прям как на мустанге скачет. Реально интересно. То есть, уходит намного больше времени на кормежку. И, соответственно, у меня меньше времени уходит на мои личные насущные проблемы. А кормимся мы по ночам. По ночам я также после кормления сажусь писать свою писанину, свои книжки. И чтобы больше времени осталось на книжке, кормление проходит намного быстрее, без съемок. Еще раз немножко по моментам содержания паучка. Вот, видите, блестит кокосовый субстракт. Но это свежее увлажнение. Только-только налила водички. Поэтому, вот, кажется, что он прям такой мокрый. Ничего страшного. Там под низом сухой субстракт. Вся эта влага распределится. А малышам, птицеедам в таком возрасте необходима влажность 80%. Иначе они просто не смогут полноценно линять. И в этом же периоде развития роста они берут влагу, пьют, по-русски говоря, водичку именно из грунта. Ну, и, конечно, если сравнивать пауку, допустим, птицеедов, там с кошками и собаками, их содержание обойдется намного дешевле, а впечатлений будет намного больше. Ну, конечно, не погладишь, не помурчит, но, как бы, тоже общение своеобразное. На ручках погулять пустить, можно за кормежкой повтыкать, посмотреть. Сам процесс линьки поснимать, как фильм чужой. Прививки делать не надо, выгуливать не надо. То есть, пол из стены не грызет, не шкребет, не орет по ночам. Там вообще тема замечательная. Так что, кто хочет тишины, а питомец, как бы, хочется тоже завести, вот вариант паук-птицеед. Напоминаю, что самцы живут в среднем, ну, так, 4-5 лет, а самки доживают в Асиадора Парахибана до 25-летнего возраста. Как-то так.